Салон, дорогие друзья. К сожалению, вот эфир, который я начал, он прервался звонком. Я уже не смог вернуться в него, и поэтому я сейчас начинаю сначала, тем более я далеко не ушел. Сначала тема «Праведник, ты или грешник?» или «Что такое оправдание верой?» Тема насущная, потому что я вижу сейчас в группе споры об этом идут. Ты верующий – это праведник или верующий – это грешник. Приводятся места Писания, кто во Христе, тот не грешит. Приводится противоположное якобы место, что кто говорит, что он без греха, тот лжец. И непонятно, люди не понимают, праведник ты или грешник. Друзья, я вам скажу, что этот вопрос, он нерешаем в принципе в парадигме статики. То есть в парадигме «либо ты человек праведник, либо человек грешник» – одно из двух. Он нерешаем в принципе. Это будет заблуждение ума. Нет ответа в парадигме статическом. Но есть ответ на этот вопрос библейский, по Писанию, в парадигме динамической. То есть в парадигме движения, в парадигме пути. Иисус говорит «я есть путь». То есть верующий – это человек, который идет от греха к праведности. Верующий – это и не грешник, и не праведник, а достигающий праведности. Для чего ему дается аванс Духа Святого, ему даются белые одежды, прощаются его грехи, и он вроде бы в этот момент праведен. Но до первого шага, или до второго, или до третьего, потому что он неизбежно падает, неизбежно согрешает, неизбежно. Потому что он еще не праведник. Вот здесь я вам дам образ. Это подобно кредиту за квартиру. В Израиле кредит на квартиру называется «машканда». Вы идете в банк, вы берете деньги, в долг, в кредит, и вы покупаете квартиру. Чья это квартира? Это ваша квартира. Формально она, да, ваша, вы купили эту квартиру. Но по сути, реально, это квартира банка. Почему? Потому что деньги его. Если вы перестанете выплачивать суду, банк у вас эту квартиру отберет. Поэтому читается аналогия. Христос заплатил за нас. Христос – это банк в этой аналогии. Он дал свою праведность, дал свои деньги. Но если мы не идем к свету, не идем за Христом, то есть не выплачиваем кредиты, не выплачиваем долг, аванс, который дал нам Христос, начаток духа. Если мы игнорируем этот аванс, начаток духа, и продолжаем жить как грешники, естественно, этот аванс аннулируется. И эти одежды праведности – это ваша квартира, она от вас отбирается. Поэтому Бог придумал такой механизм, который называется оправдание верой. Достаточно человеку веровать в то, что Христос заплатил за него этот аванс, дал ему кредит. Достаточно человеку веровать, как Бог его прощает и смотрит на него, как на праведника. Но реально он не праведник, потому что он согрешает постоянно. Он не выплатил еще аванс, он не достиг праведности. То есть он находится в пути, оправдан по вере. Вера же есть уверенность в видимом и осуществление ожидаемых. То есть вера заканчивается там, конец веры вашей, да, есть освящение души. Когда вы достигли конца веры, все, вы достигли результата, вы достигли праведности Христовой. Реально, но уже не по вере, а по закону. Потому что по закону праведник только тот, кто исполнил закон, причем весь закон. Он уже исполнил, он уже достиг праведности. Это его праведность. Это праведность Божья, который стал, дар Божий, который стал его духовным плодом. Вот он достиг праведности. Все, ему даже, зачем дальше веровать? Он достиг определенного критерия, определенного стандарта. Ну, вы знаете, что по сравнению со святостью Божией мы все грешники. По сравнению со святостью Божией мы все, по сравнению со святостью Христа, никто еще в жизни не достиг святости Христа при жизни. Там, не знаю. Поэтому очень важно посмотреть на себя, увидеть, что ты в пути. И не дай Бог, если ты подумаешь, что ты уже достиг этой праведности. Достиг конца пути, что ты уже оправдан. Вот в эту канаву сваливаются, в эту ошибку сваливаются неопытные верующие и доктринально неправильно наученные. Если ты подумал, что ты уже достиг, то для тебя, вот этот стих Писания, кто говорит, что он без греха тот лжец? Он обманывает сам себя. Писание говорит, ты еще не достиг. Если ты живешь оправдан верой, то значит, ты еще не достиг состояния законченности. Ты движешься по вере. Ты достигаешь по вере. И поэтому с какого конца на тебя посмотреть? Если на тебя посмотреть с точки зрения Божией, да, Бог считает тебя праведником, потому что он смотрит на тебя как бы с конца пути. Но если на тебя посмотреть со стороны человеческой, то ты остаешься еще грешником. Правильно то, что вообще строго говоря, ты грешник, но который достигает, борется со своим грехом, достигает праведности. И когда ты падаешь, Бог тебе открывает твой грех. Если ты исследуешь себя, Бог тебе открывает, ты каешься. И Бог опять тебя прощает, обеляет твои одежды. Ты вновь до первого падения твоего, до первого греха, ты вновь оправдан Богом. Дальше ты опять должен искать. Всегда ты должен искать Бога, всегда быть с Ним на связи, всегда стараться ходить по духу, потому что когда ты перестаешь предстоять перед Богом, перестаешь общаться с Богом, ты неизбежно входишь в состояние плоти. И как плотской ты уже неизбежно грешишь. Как ты не грешишь, когда ты общаешься с Богом, когда ты в Святом Духе, не грешишь ты тогда, потому что ты в Нем, во Христе, а во Христе нет греха. Так ты неизбежно грешишь, когда ты удаляешься из состояния Духа, входишь в состояние плоти. Поэтому мы призваны Духом умерщвлять дела плоти, ходить по духу. Но кто из вас ходит по духу 24 часа в сутки? Та никто. Кто из вас не падает, не спотыкается, если сам Бог говорит праведник, семь раз упадет? Поэтому оправданный верой, это означает достигающий праведности. Он уже не грешник, потому что он борется со своим грехом. Как знаете, да, что такое свободный? Свобода начинается с того, что человек не хочет быть рабом. Он еще как бы в рабстве у греха, потому что тело наше не искуплено. Адама у природы у нас еще есть. Но он уже не хочет жить. Во грехах он хочет освящаться, он идет к Богу. И в этом смысле он уже не есть обычный грешник. Он уже избавляющийся от греха. Он уже освящающийся. Вот поэтому написано, а святой пусть освящается еще. Он немножко святости получил в виде аванса, в виде залога от Духа Святого, от Бога. И он дальше приумножает это. Он двигается дальше. А вот вопрос интересный. А сколько людей вообще, христиан, вот двигаются в этом направлении? Борются со своими грехами? Освящаются, находятся в пути? Или все-таки большинство из верующих уверовали, что они святые и праведные? Заснули. Помните пять мудрых и пять глупых дев? Заснули. Считают, что у них все хорошо. Но Бог, написано, наказывает всех нас. Кого любит, того наказывает. За что? За то, что мы еще грешим. Вот, друзья, я так не хочу долго говорить, потому что долгие эфиры трудно воспринимаются. Но вот такие мысли у меня возникли. Да благословит вас Господь.